Так, идём мимо прудов, так, пока есть прояснение, тут только что слетела скопа, какие-то галки летят, хотя нифига не вижу, ничего здесь не наломает, здесь, короче, пруды. На максимальном уровне и даже нифига, это не мобы, это люди тут зиму сделали просим, видно, что такое просим, а сейчас кто-то тут пройдёт, только тут какая-то то ли скопа, то ли кто-то слесел сейчас. Да, осенью всё вот это вот жёлтое, чуть-чуть косновато. Там плавать водой мягко носится, успеть бы её запечатлеть. Такая атмосфера русской жизни, вот эти утопшие. Такой подводный мягко, где какие-то пузырьки, вон тут такое растёт, всё в каких-то пузырьках. Это тут не вытащить наверх, блестяще. А это пузырьки зацепили. Это наличие людей. Да, вот такое всё, заводи какие-то. Блин, опять солнце за облак, а что я опять, что ли, не успею? Ну это человеческое уже. Так. Сейчас я сам всё хорошо видишь. Меньше. Ладно. Вы здесь, по-моему, жили в этих прудах. Так. Ладно. Дорога совсем рядом. Машина идёт прямо на камень. И можно его снимать вот ещё один. Глазик. Вообще, все успели, не успели. Усобенно за благородка песка. Снимает. Снимает. Это бубок был. Вот под теми ветками хлистанул, да хлистанул. Вот, вот, нет, вот так. Сюда-сюда. Вот под этими ветками хлистанул бобр сейчас. Вот этот плеск. Я думала, око взлит. Я жгла, нужно камеру. Вот тут тоже поросико проделан. Да, там дальше была замерзшая бобовая хата. Сейчас до нее надо не дойти посреди озеро. Оттаившим. Все, сон-то-то садится. Твою елы-палю. Я не хочу отключаться, чтобы... Потому что это расстояние-то две минуты. Чтобы на фаузы станет. Только если положение был поход. Но сейчас должно быть нестабильно, неустойчиво. Уже отсюда можно наблюдать. Отсюда прям. Что это дорога. Уходит туда-вдаль. Значит, она проделана. Там, где начинается загиб. Видно, что она приподнята. То бишь, нельзя исключать искусственной версии. Ну я-то знаю, что это. Ну я как бы развиваю по ходу открытия. А что же... Сейчас мы... С чем мы столкнемся. Идя по ней. А выкатится... Так... Я долго по ней ходил, пока не понял, что это... Такое... Вот эта вот лапа, почему она поднята. Это у каменника. Тут зарядио приходит. Богосады там. Ножных видеть. Вот это они... Сливается сюда, как там мы идем, переходим в такую яму. Блин, тут провал произошел, видно же подсене. Судя по всему, она уходит в низину. И ровно, прям реально, дорога. И у меня закрылось подозрительное ощущение, что вот такой дороги ровно отсюда и досюда в природе быть не можно. Она рукотлонная. Вся. Если спуститься под склон, то особенно становится видно сразу. Вся рукотлонность этой дороги. Ну, пока я ее построил. В окрестностях деревний каменник. Я сейчас отойду. Да, у нас весна. Нужно только... На самом деле мы идем по легендарной дороге. Вся кустов, где-то продался еще. Вот так вот. Сейчас мы идем посмотреть. Все земли. Из-за кустов. Вся кустов. Там что-то лучше подзадить. Я не посмотрю нифига. Так, попала. У меня выползает домик, в чёрной грани. Это деревня Каменника. Нифига не вижу. А какой там вид появился? Сейчас она выползет на вид. Смотрите пока вот эта гора туч. Не закрыла. Вот вид есть. Вижу блестящую какую-то штуку. На экране просто мыло отражение от солнца. И задние виды. Поэтому забила. Ничего не видно. В принципе. Сейчас она была у нас всё накрывать. Насколько лазу не было. Вот это шутка. Тут не за секре особо не хочу. Я тут чё-то нахожусь. Так, там начали чё-то новое строить. Ну вот. Дальше. Вот тут уровень, как крайний домик. Новопостроенный. Даже не знаю снимает. Но посмотрите. Я веду наугад. Вот похоже ободок теплые. Я везу наугад. Вот тут не хочу наугад. Это невероятно. Наши. Снова поэт. Скоро для стен. У меня не злобра. Видна такая сумка. I anyways. Эйф. Кто же задал, походит мы в деревне Каменник, если мы сейчас, о, деревня, если мы сейчас посты у нас это была деревня, идет из деревни Каменник, поля, здесь подъемная дорога, ровно как для дороги и спуск, дальше там выемка вот эта вот видна, это дорога искусственного происхождения. У нас вот в русской природе много осталось вот здесь, вот здесь. Ну что же это именно такое? Судя по всему, вот этот вот трак, я проверил по спутнику, идет через лес дальше, на власихи, и эта же дорога продолжение теряется, и выходит как ползаросшей просекой, выходит у нее не заросшая часть охлада, древний дух. Это бывшая железнодорожная, железнодорога Кукушка, ныне просто насыпной склон остался. Человеческий рукот. Судя по всему, она накопана здесь в тридцатые годы, как и на торфо-разработках и на торфо-разработки. Можно подняться по склону, хорошо видно, что это именно склон, а не что-нибудь. Вот она узкая. Она была продолжена в полях, как прямая линия. И рядом с ней лежит Шестникова. Тоже еще с ними деревню Шестников. Фу, каменник Шестникова там подальше. Вот в этих кустах. Должна быть новая баня, ее долго не было, совсем недавно построили. В том году, по-моему. Она была разорвана в 50-е годы. Это дорога Кукушка. Теперь у нее осталась только такая насыпь. Но никто не ездит, потому что там провал. Дай куда тут ехать. Хотя, если идти по тропинке, там дойдешь вниз, через овраг с речкой Каменка и в Шестниково, и туда на Тинскую дорогу. Вот так вот. Вот это называется краеведение. Самый настоящий сохранившийся объект. Здесь ходил паровоз такой с котлами. Похожий сам на котел подвижный. Это вот, что значит наша краеведческая республика. Слава республике! Слава республике! Слава республике!